Здравствуйте, дорогие друзья, коллеги. Напишите, пожалуйста, как меня видно, как слышно. Рады вас приветствовать на традиционном дневном технико-экономическом вводном вебинаре. Почему вводный? На самом деле, потому что здесь мы рассказываем основы Skyway, основы технологии, без углубления. То есть те поверхностные, но очень важные вещи, которые следует знать каждому новому участнику, который присоединяется к проекту Skyway. И для начала давайте, пожалуйста, пройдем опросник, чтобы понимать, сколько людей на сегодняшний день присутствует именно новичков. Потому что эта статистика очень для нас важная, так как таким образом мы отслеживаем, насколько необходимы вообще вот именно вводные технико-экономические вебинары для традиционной сети, которая у нас развивается. Почему в сети, дамы и господа новички, вы узнаете чуть позже, так как наш проект развивается через народное финансирование, через краудинвестинг. Что это за слова и что за термины, естественно, на вводном технико-экономическом вебинаре мы вам поведаем. И, дорогие друзья, остались считанные дни до грандиозного события эко-фестиваля, который пройдет 23-24 апреля в Минске и в Минской области, в городе Марина Горка, где реализуется как раз-таки наш грандиозный проект в виде экотехнопарка. Это демонстрационный сертификационный тестовый участок и, соответственно, можно сказать, будущий шоу-рум для презентации нашей технологии Skyway многим странам, многим мировым лидерам и многим крупным финансовым корпорациям, а также машиностроительным корпорациям, кто изболит желание заказывать транспорт Skyway и всю инфраструктуру Skyway. В комнате у нас присутствует 77 человек, проголосовало всего 16. Дамы и господа новички, если вы не умеете голосовать, то, пожалуйста, поставьте циферку 0 в чате, и, соответственно, я буду знать, кто еще не проголосовал, что новичков у нас присутствует гораздо больше. По практике это так и есть, и на самом деле новички часто не голосуют. Выясняем уже в проценте перехода новых участников на расширенный технико-экономический вебинар, на котором мы все больше углубляемся в Skyway, в Transnet и, соответственно, показываем уже различные аспекты, как современной экономики, так и, естественно, особенностей технологии Skyway, налаживания современных политических, экономических событий, накладывания, соответственно, на смысл технологии Skyway и значимость технологии Skyway. Потому что, не побоюсь этого слова, и я искренне надеюсь, что в данном вещании моем и Сергея Анатольевича вы поймете, что, да, действительно, технология Skyway может стать достаточно серьезным и весомым вкладом в будущую мировую экономику. Но, собственно, опросник мы не можем проводить вечно, и я думаю, искренне надеюсь, что новичков у нас, как обычно, 10-12 человек, и уже по переходу на расширенный технико-экономический вебинар, кому будет интересно, мы выясним, сколько было новичков. На самом деле, дамы и господа, это очень важный момент в расширении нашего проекта. Над этим трудятся сейчас более 250 тысяч людей по всему миру. Эта цифра, скорее всего, уже устарела, и сейчас уже к 300 приближается количество участников, инвесторов во всех инвестпроводящих системах. Соответственно, это различные фонды, и, естественно, фонд Skyway Capital, который я представляю, головная компания RSV, которую также мы представляем. И если информация, вот, например, несколько лет назад, буквально 10 лет назад, еще не передавалась через современные умные устройства, такие как смартфон и так далее, то на сегодняшний день информация, денежные переводы. Вот, собственно, сегодня буквально не работал терминал, именно приема платежей по карточке, и так как у меня есть свой личный телефон, смартфон, умный телефон, чего не было 10 лет назад еще, я зашел в интернет-банк, не заходя в персональный компьютер, то есть именно концепция мобильных операций, и, соответственно, выполнил перевод, несмотря на то, что терминал не работал. Раньше я бы расстроен и пошел бы домой, потому что терминал бы не работал, либо пошел бы к банкомату, чтобы снимать деньги, чтобы привезти наличные. То есть на сегодняшний день порождение нового технологического уклада, сегодняшнего, который родился буквально лет 10 назад, это пятый технологический уклад, основой которого является сеть интернет, это кремниевые технологии, это, собственно, вся микропроцессорная электроника и так далее, и персональные компьютеры, и смартфоны. И многие процессы сейчас осуществляются фактически мгновенно, фактически любые процессы, которые касаются электронных устройств и так далее. Что касается перемещения, логистики, то, к сожалению, процессы осуществляются намного дольше, и мы с вами увязли, так скажем, увязли действительно в транспортных, логистических пробках. Это проявляет свой смысл данное выражение в традиционных пробках, в мегаполисах и при пересадках, вот, допустим, сегодня ночью я полечу в Минск, и примерно 6 часов, я думаю, что все 7 часов, мне необходимо будет находиться в пересадке в Москве, чтобы потом попасть в Минск. Это время я мог потратить на какие-то бизнес-процессы, решения задач, либо потратить это время с семьей, с родными, либо это потратить время на пользу, не отрываясь, соответственно, от реальной повседневной жизни. Мне же придется находиться в аэропорту со слабым интернетом, с постоянно перебивающим сигналом Wi-Fi, и такую же аналогию я, на самом деле, могу, данные и господа, привести при перемещении на современных транспортных средствах. Нет на сегодняшний день наиболее эффективного способа перемещения, мы сталкиваемся с какими-либо проблемами, трудностями, и, естественно, человек хочет максимально сократить время перемещения в пути. И как раз-таки технология Skyway обеспечивает данную тенденцию и является лидером в данном рынке, в данном еще не созданном рынке, не освоенном рынке, но уже сейчас строятся, демонстрационные тестовые участки, демонстрационные образцы, которые дальше станут промышленными образцами, и Skyway, зао-струнные технологии. Все мы с вами, активисты Skyway, кто-то уже присоединился к проекту Skyway, развивает его, оказывая посильный вклад посредством инвестирования в данный действительно народный проект, интернациональный проект, и, соответственно, Skyway, сеть будущего поколения, которая будет следующим поколением после интернета, и более того, интернет, так как оптоволокно будет зашито, и также силовые кабели, различные радиочастотные, мобильные сигналы, будут зашиты в путевую структуру, то есть в рельс. Соответственно, это будет более перспективная, более масштабная сеть, которая, соответственно, будет развиваться еще более в ускоренном режиме, и если кто-то не верит, может вспомнить эти слова, допустим, через 10 лет, когда уже не просто десятки миллионов километров дорог, струнных будет построена, а уже будет приближаться к сотне миллионов километров дорог. Это, на самом деле, дамы и господа, никакая не фантастика, это четко выверенная логика на основе сравнения с развитием интернета. И все это началось, на самом деле, именно идеей струнного транспорта, транснет, еще в далеких 70-х годах, в конце 80-х годов Анатолий Эдуардович Юницкий участвовал в конференции, в международной конференции по неракетному освоению космоса. На прошлом вебинаре, обязательно найдите, я сброшу ссылочку на вебинаре, мы говорили именно на расширенном технико-экономическом, про историю развития космоса, про концепцию, которая выражена, очень красиво показана в фильме «В небо на колесе», найдите в YouTube, пожалуйста, данные фильмы, чуть попозже я сброшу также ссылку, чтобы сейчас не отвлекаться. Это доказывает то, что Анатолий Эдуардович Юницкий еще в те годы придумал концепцию, как вывести промышленность в открытый космос. Задумывались ли вы, насколько масштабным является мышление человека, который еще до изобретения интернет, до полета массового, так скажем, спутников, установления мобильных сигналов изобрел эту концепцию и придумал эту концепцию. Но, естественно, на тот момент мир не был готов, и, собственно, должны пройти определенные политические ситуации, события, экономические ситуации. И, естественно, время еще не пришло. Анатолий Эдуардович Юницкий, используя существующие законы физики, существующие законы аэродинамики, сопромата, теоретической механики, детали машины и так далее, многих технических предметов, создал именно новую концепцию транспорта, который является прорывным, тогда являлся гиперпрорывным, и сейчас до сих пор является достаточно прорывным, кому-то кажется он футуристичным, это концепция струнного транспорта второго уровня, который назван как раз-таки именем гениального, воистину, инженера, изобретателя и ныне генерального директора, генерального конструктора Анатолия Эдуардовича Юницкого. Проект развивался очень масштабно и очень быстро, более того, во времена СССР он получил финансирование фонда СССР, фонда кинематографа, фонда космонавтики СССР. Примерно два гранта ООН было получено по развитию городской инфраструктуры и по улучшению в этой области, в этой сфере. И, собственно, это гранты подразделения ООН «Хабитап». И в 2000-х годах обратил внимание губернатор Красноярского края Лебедь Александр Иванович. И я хотел бы привести очень такой серьезный эффект, дополнение, когда в команду также присоединился Сергей Анатольевич Сибиряков, который сегодня как раз-таки будет вещать. В первую очередь, естественно, мы вещаем на вводном технико-экономическом вебинаре для новичков. И Сергей Анатольевич как раз-таки вывел развитие проекта на Александра Ивановича Лебедя. Он доказал ему буквально за несколько часов, как и показал самое интересное, именно на основе конкретных действий, как увеличить ВВП Российской Федерации в 8-10 раз в ближайшие годы. Это основывалось на бизнесе перевозки пищевого льда, который замораживался в абсолютно естественных условиях с Байкала, с Нежского озера, с Таймыра и так далее. И, соответственно, продажи этого действительно экологически чистого продукта и также продукта, который может являться основой кондиционирования в США, в Австралию, в Индию и в другие страны, которые нуждаются в этом продукте. По самым скромным оценкам, капитализация этого бизнеса – это несколько десятков триллионов долларов. Еще на тот момент, сейчас курс доллара вырос и, соответственно, возможная капитализация представляет еще больше масштаб и эффект. Как раз-таки губернатор Красноярского края Лебедь Александр Иванович в 2000-х годах оказал огромное влияние на развитие проекта и профинансировал строительство полигона. Почему мы его назвали полигонами? Не тестовый участок, не технопарк. Чуть-чуть попозже вы узнаете. Но как раз-таки в городе Озера в 2001 году было произведено испытание путевой структуры струнной технологии Анатолия Эдуардовича Ницкая. Это второе поколение струнной технологии. И по легкой ажурной конструкции, которая, казалось бы, должна была рухнуть и не выдержать многотонного ЗИЛа, мы называем этот ЗИЛ, уходящий в небо, ничего не произошло, и юнитскому команде струнных технологий аплодировали действительно стоя. Но на тот момент, видимо, время еще не пришло, потому что на тот момент еще достаточно достаточно здраво себя чувствовала экономика Российской Федерации, находившись и находясь еще до сих пор, в зависимости от нефтяной сферы, газовой сферы. И, собственно, таким образом сейчас и происходит. Наша экономика напрямую зависит от вентиля, который либо заворачивается, либо открывается. И, соответственно, поступление в бюджет также. На наш взгляд, экономика должна быть диверсифицирована, распределена по различным направлениям. И как раз-таки основной артерией, основным жизнеобеспечением экономики действительно развитой страны является транспортная инфраструктура. Но уже через неделю после Госсовета России по инновациям в транспорте испытательный стенд в озерах, к сожалению, либо к счастью, неизвестными лицами по неустановленным причинам был действительно разрушен с применением спецтехники, газорезок, бензопилы и так далее. Все было под ноль буквально уничтожено и вывезено в неизвестном направлении. Но все, что не убивает, делает проект любой сильнее, который действительно ориентирован на долгосрочное развитие. И Анатолий Эдуардович Юницкий, команда по развитию Skyway, Сергей Анатольевич Сибиряков не желали на этом останавливаться. И благодаря волевому решению в 2013 году проект начал развиваться по шагам уже в логике и в направлении развития краудинвестинга. А это как раз-таки, дамы и господа, это народное финансирование. Это то, что позволяет нам сегодня быть дольщиком действительно глобального проекта. И это огромная ценность, дамы и господа. Потому что обычно подобными проектами могут завладеть только крупные финансовые деятели, корпорации, ограниченное количество людей во всем мире. И Анатолий Эдуардович Юницкий совершил действительно революцию, открыв направление краудинвестинга в развитии действительно такого глобального проекта. Вы видите на слайде справа, это наше фото с прошлой конференции в октябре, общей конференции Skyway в октябре 2015 года. И что примечательно, оно проводилось в одном из зданий администрации Москвы. И, дамы и господа, действительно не все, кто пожелал, смогли поместиться в данном зале. Сейчас подобные мероприятия мы будем планировать еще на большей площадке. Но дело не в площадках. Дело в темпах и в развитии нашего проекта. И дело в том, что от 15, 50, 100 долларов, кто-то 100 тысяч долларов инвестирует, неважно сколько, но люди приносят свой вклад в развитие технологии. И вклад и в прямом, и в переносном значении, потому что это огромный, в первую очередь, моральный вклад. Потому что, когда человек замечает, что вы инвестируете какую-то технологию, и вы действительно горите развитием данного проекта, он начинает в положительном смысле этого слова заражаться. И сеть, наша инвест-проводящая система растет буквально как на дрожжах. И с помощью народного финансирования, дамы и господа, мы развиваем несколько направлений. Это городской пассажирский транспорт, грузовой транспорт и высокоскоростной транспорт. Но концепция основная, и причем этот пересмотр возник буквально полгода назад, начался с легкого прогулочно-спортивно-экскурсионного транспорта. И параллельно с ним, как и планировалось изначально до создания концепции именно промышленного образца и так далее, это было давно в голове Анатолия Эдуардовича Юницкого, что легкий прогулочно-спортивно-экскурсионный транспорт, то есть фактически Юнибус, одна-двух, максимум трехместный, должен был также иметь развитие в проекте Skyway, и, соответственно, ниша для него также должна была быть заложена. И как раз-таки в ответной реакции рынка, что это необходимо при применении в туристическом направлении, в спортивно-экскурсионном направлении, более того, это позиционируется как фитнес-транспорт, то есть вы можете дергать рычаги, крутить педали, вырабатывать энергию, запитывать ваш аккумулятор, и даже большей частью, если вы желаете, совершать на свой организм такую достаточно серьезную кардионагрузку, и, соответственно, тратить меньше энергии, затрачивать меньше средств на поддержание эксплуатации вашего Юнибайка. Дамы и господа, это основа новой концепции линейных городов, также я обязательно сброшу огромные подлительности видео. Кто-то, допустим, не пожелает этого смотреть, но я категорически рекомендую те люди, которые будут ходить и заинтересовываться проектом Skyway, посмотрите это видео, чуть меньше часа оно длится, но там действительно прорывная концепция строительства и создания новых городов линейного типа. И, дамы и господа, как раз-таки струнная технология будет основой новых городов иного типа, как сегодняшние мегаполисы, муравейники, в смоке, в газах, в пыли, в которых мы действительно задыхаемся. Я не говорю про экологический фонд, который несут производство, который также, как я и говорил, можно вынести в космос, на геостационарную уже орбиту, и, соответственно, заниматься вредными производствами вдали от нашего с вами дома планеты Земля. И струнный транспорт Анатолия Эдуардовича Ницкого, дорогие друзья, действительно несет в себе огромное значение для каждого человека, для жителя планеты Земля. 99% населения всей планеты Земля могут и действительно, я считаю, должны поистине хотя бы иметь представление, понятие, что данный проект развивается. Будут они участвовать или нет, это, собственно, дело хозяйское. Но, как только вы сообщите человеку, что будет возможность перемещаться в 2-3 раза быстрее, в 2-3 раза дешевле, чем на современном транспорте, то есть очень огромная социальная направленность, и даже малоимущие слои населения смогут перемещаться на определенных видах транспорта, чего не скажешь, допустим, об автобусах, троллейбусах, бабушке, пенсионере, у тех, у кого с трудом хватает на лекарства, на сегодняшний день не всегда могут пользоваться общественным транспортом. Здесь же логика будет складываться примерно как развитие скайпа, то есть, если на той или иной территории получил распространение направления грузовой транспорт, который экологически никак не будет влиять в отрицательном плане на тот или иной регион, и, соответственно, в виде подвесного транспорта, либо в виде навесного транспорта будет перемещаться уже пассажирский транспорт, и стоимость проезда будет стремиться к нулю. Можем привести пример по аналогии со скайпом, с вайбером, с вотэпс, и это порождение пятого технологического уклада, эпохи эры интернет, эпохи кремниевой долины, гигантских корпораций, которые сформировали действительно мощную капитализацию, и, дамы и господа, поэтому уже стоит развиваться в данной логике и в транспортном направлении. Ну, естественно, это будет абсолютно комфортное перемещение, я всегда привожу пример, чтобы было понятно новичкам, вспомните себя, как вы перемещаетесь в поезде, то есть вы перемещаетесь, болтаясь от вибраций, от эффекта рельсы шпала, стука, некомфортное перемещение, согласитесь. Если есть опасность опрокинуть на себя кипяток, допустим, то, соответственно, я думаю, что при абсолютно плавном перемещении вы сможете даже вот так вот на ладони держать кружку, естественно, это термическая кружка, чтобы не обжечь ладонь, но она не опрокинется, это будет доказательством действительно безопасного перемещения. И то, что говорите про экологию и инновационность, я думаю, что тут и говорить, в принципе, нечего, потому что ту ресурсную направленность, и я могу сказать, что даже солнечные батареи не имеют такой экологической направленности, как, допустим, струнный транспорт Анатолия Эдуардовича Ницкого, потому что солнечные батареи имеют разные вредные элементы, содержащиеся в них, и различные канцерогены и так далее, также попадают в воздух при использовании солнечных батарей. В какой-то малой части солнечные батареи также в инфраструктуре струнного транспорта будут использоваться, но в основном будут использоваться абсолютно экологичные виды топлива, то есть это выработка электроэнергии, это водород и так далее. Это уже, собственно, при испытании усовершенствования промышленных образцов. Вначале это, естественно, будут традиционные дизель-генераторы, и основа юнибайков, юнибусов, это как раз таки будет запитывание аккумуляторов с помощью системы мотор-колес. Ну, не буду вас грузить в данном вебинаре, вводном технико-экономическом сложной терминологии и так далее, то есть я как инженер-механик с удовольствием бы часами разговаривал бы об этом, но стоит понимать суть и ценность проекта, который несет для вас сейчас SkyWay в данную секунду, тот, кто слушает данный вебинар, действительно в первый раз вводный технико-экономический вебинар. Для меня было огромной ценностью, дамы и господа, то, что ни, допустим, мои родители, ни мои дети или внуки не будут возможности уже у них инвестировать в корневую компанию. Многие спрашивают, что такое корневая компания, многие не понимают. Представьте, вы владели бы, допустим, компанией, которая, соответственно, создала бы интернет, и все точки, все подключения, все интернет-подключения, компания от них получала бы некий процент, и что вы были бы в этой доле. Это действительно, воистину, очень мощное желание, и на сегодняшний день оно реализуемо в проекте SkyWay. Это возможность обеспечить свое будущее уже сегодня в настоящем. То есть, то, что написано на данном слайде, действительно абсолютная правда, и моя ценность, вот почему я начал участвовать в проекте, несмотря на то, что у меня еще нет своих детей, но я задумываюсь о их будущем, я задумываюсь о будущем своих внуков. Я думаю, что те люди, которые инвестируют, я не говорю про сотни тысяч, хотя даже сотни тысяч акций через 10-15 лет будут иметь потенциально, возможно, теоретически, я буду всегда повторять эти слова, так как наш проект венчурный, произойти все, что угодно может, но все же они могут иметь достаточно серьезные дивиденды и поступление уже от реализованной сети адресных проектов и развития сети Транснет действительно по всему миру. Этому также мы можем привести доказательства Волка Игоря Петровича, который, кстати, мы сюрприз для вас очень серьезный готовим в связи с этой действительно легендарной личностью. Гришин Сергей Анатольевич также посещал научно-производственное конструкторское предприятие, я думаю, с целью внедрения будущих юникаров, именно грузового направления и, естественно, более облегченных юнибусов и так далее в перевозках именно в своей сфере, так как Новотранс это одна из крупнейших компаний-перевозчиков. И Гришин Сергей Анатольевич, который был замминистра транспортных путей сообщения Российской Федерации, он высказал мнение, и рекомендую посмотреть данное интервью, также их сброшу. Если какие-то видео, которые обещал сбросить, не сбрасываю, обязательно напомните в чате. Он также высказал свое мнение о струнной технологии Анатолия Эдуардовича Юницкого, что действительно это прорыв, это революция в транспорте, которую все на сегодняшний день ждут. Ну и такие люди, как Жириновский Владимир Вольфович, Казин Михаил Леонидович, Легин Михаил Геннадьевич, Леонтьев Леопольд Игоревич, и даже иностранные деятели, Ротхук, это бывший директор транспортного департамента Южной Австралии, также либо положительно высказывались и высказываются, либо на сегодняшний день до сих пор активно поддерживают проект. Более того, Ротхук, это мощный инфраструктурщик, который развивал проекты на миллиарды долларов. В Австралии Виктор Бабурин готовит очень серьезную презентацию по развитию австралийского проекта. Мы уже как вернемся с ЭКО-феста, с Сергеем Анатольевичем Сибиряковым, обязательно на вебинаре вам поведаем. Вкратце самое важное и самое главное. И, дамы и господа, на самом деле, независимо от возраста, будь то вы, допустим, студент, будь то вы пенсионер, будь то вы бизнесмен, предприниматель рабочий или, наоборот, безработный, который имеет возможность инвестировать 50 долларов, 100 долларов, либо вы крупный потенциальный инвестор, который может инвестировать 100 тысяч долларов, миллион, 10 миллионов долларов. Такие инвесторы, я более того, могу сказать, уже имеются, они сейчас прорабатывают, более того, упаковывают, создают управляющие компании по поводу действительно серьезных масштабных адресных проектов. И, соответственно, для каждого может иметь смысл инвестирование в технологию Skyway и действительно огромный смысл. Я считаю, дамы и господа, это действительно стирание граней вообще национальности, вероисповедания, рода работ, возможность, уровня заработка и так далее. Это действительно объединение человечества, единый такой большой порыв, чтобы совершить прорыв, действительно технологический прорыв, который уже будет давать интересные, так скажем, дивиденды. И это, на мой взгляд, хорошая причина. Некоторые ценности мы осветили в данном вебинаре. Действительно развивать этот проект повсеместно, по всему миру, не побоюсь этого слова. То есть вчера, допустим, норвежцы просили сделать прямое включение. Я буквально в 10 часов по вечернему времени, своего времени включился. Рассказал норвежцам основные новости. Буквально неделю назад было прямое включение также активистов, лидеров Skyway Capital с венграми, с Чехией, Словакией. Посеместно всегда проводятся вебинары. На постоянную планку также мы поставим уже проведение английских вебинаров. Буквально поза-позавчера на английском, опять же, приходилось общаться с китайцем, достаточно серьезным заинтересованным. И, дамы и господа, невозможно не заинтересоваться действительно тем проектом, который может составить будущую основу мировой экономики. Но обо всех таких вот экономических и макроэкономических Сергей Анатольевич Сибиряков расскажет в своей части. Но что, дамы и господа, я хотел бы вам сказать, и что является действительно технической основой данного транспорта, данной технологии, и каждый должен это понимать. Буквально я оставил и немножко перетасовал свое выступление. Это аэродинамика, это очень серьезная аэродинамика. И запомните, что на высоте 5, 10, 15 метров, уже на высоте на втором уровне над землей, аэродинамические показатели подвижного состава улучшаются в два раза. Я не буду говорить, допустим, точные цифры, потому что многие это новички пропустят мимо ушей. Но я скажу, что коэффициент аэродинамического сопротивления у подвижного состава SkyWay значительно более серьезные, чем у Bugatti Veyron, допустим, это современный спорткар актуальный, и чем у спортивного, допустим, самолета, военного истребителя и так далее. И, соответственно, от этого складывается значительная экономия как топлива при эксплуатации, так и материала при строительстве. Чего не скажешь о японской технологии, о тайваньской, китайской технологии строительства дорог, даже дорог второго уровня, когда используются достаточно серьезные масштабные объемы бетона, металлоконструкции, и, собственно, это все ухудшает экологию, создает эффект низконапорной плотины. Когда вы посмотрите в одну сторону, соответственно, засушливая территория в другую, буквально через несколько десятков метров, то есть именно преодолев путевую структуру, будет уже эффект заболоченности. И, собственно, технология SkyWay призвана прекратить подобные экологические влияния во всем мире. Но вначале это, естественно, будет развиваться в тех регионах, где труднодоступные, трудноосваиваемые места. Но уже поняв рыночную ценность и действительно применимость технологии абсолютно везде, крупные деятели уже, крупные застройщики, транспортные застройщики, инфраструктурщики будут протягивать струнный рельс практически везде по всему миру. Потому что вспомним, как развивались дороги, дороги начали развиваться, чтобы соединить населенные пункты. И с развитием дорог, соответственно, размер городов также увеличивался. Это также учтено и отражается в логике строительства новых линейных городов по изобретениям Анатолия Эдуардовича Юницкого. И буквально вкратце, почему называется струна, спросите вы? Почему рельс вдруг можно напрягать и так далее? Действительно, это предварительно напряженная, растянутая, закрепленная на концах анкерных опор конструкция, неразрезная, статически неопределимая. И как раз-таки всю нагрузку на себя принимает анкерная опора. В данный момент анкерные опоры в Экотехнопарке одной из является транспортно-логистический узел, который соединен с концевой анкерной опоры. И, дамы и господа, это то, что действительно строится на наших с вами глазах. На втором этаже, на крыше, соответственно, данного сооружения специальное устройство принимает на себя нагрузку, напряжение. Вдумайтесь, смысл. Более 10 тысяч вагонов, если учесть вес современных подвижных железнодорожных составов, то есть вот такой вес и такую нагрузку может принимать на себя анкерная опора. То есть это примерно 900 тонн. Это огромная, колоссальная нагрузка. И как раз-таки благодаря знанию сопротивления материалов и всех технических предметов, и благодаря множеству высших дополнительных образований Анатолия Эдуардовича Ницкого, Анатолий Эдуардович смог действительно сформировать узел и ядро конструкторского бюро, которое будет создавать данную технологию и далее уже расширяясь. И огромная ценность, иная и следующая ценность уже касаемой технологии, это то, что проект получил свое развитие в виде строительства буквально за какие-то полгода. То есть еще в сентябре началось строительство, но, дамы и господа, вот то, что видно сейчас, я всегда сравниваю немножко вот такое лирическое отступление с бассейном возле учреждения, где находится спортзал, который посещая, он строится и то медленнее, а он строится на деньги уже освоенные, конкретные инвестиции. И, дамы и господа, это не может не радовать. И это все производится силами инженерно-конструкторского бюро, научно-производственного конструкторского предприятия, которое состоит из более чем 13 КБ, и это не более 200 людей. Дамы и господа, действительно, вот такой масштабный проект может реализовываться таким небольшим количеством людей. И, собственно, когда мы будем расширяться уже в виде инициации и создания адресных проектов, действительно, на весь мир, естественно, количество людей будет увеличиваться, но и скорость нашего строительства будет даже выше, чем сегодняшняя позиционируемая. Это один километр в сутки струнной путевой структуры, всей инфраструктуры. А если мы будем экипажами двигаться строительными отрядами друг на друга, то, соответственно, это уже 500 метров в сутки. Это огромная скорость, и она будет только увеличиваться. Ну, а уже о том, как развивался проект, если вернуться на 15 лет назад, о макроэкономическом прогнозировании, о неких стратегиях, которые разрабатываются и применяются, о видении именно в свете мировой экономической ситуации и о, естественно, видении, каким будут новые технологические уклады, расскажет действующий государственный советник третьего уровня. Это бывший чиновник в лучшем смысле этого слова. Друзья, добрый день. Для кого добрый вечер? Потому что все-таки этот вебинар, который идет у нас в 12 и в 13 часов, мы ориентируем на Сибирь и Дальний Восток. Вот, поэтому мы ввели логику двух вебинаров технико-экономических. Вот, так, поэтому, Владислав, приветствую. Дайте обратную связь. Звук нормально, но, по идее, уже все настроено, поэтому я так традиционно задаю вопрос, что хорошо слышно там. Все это? Ага, отлично. Вот, поэтому, друзья, тоже наша уже традиционная фраза, что мы с Алексеем не попугая для того, чтобы рассказывать одно и то же. И наша задача не сейчас вам рассказать полностью о проекте, а для тех, кто пришел только в проект, первый раз услышал, это основные термины понятия, чем мы оперируем, чем мы занимаемся, какие перспективы ожидаются, и чтобы у человека возникло ощущение и желание двигаться с нами дальше. А для тех, кто ходит уже традиционно, то есть для наших, потому что я многих уже, ну, в лицо не всех, допустим, еще помню, хотя Владислава, Андрея, Николая, ну, то есть многих уже, кого по вебинарам знаю уже просто уже не первый год, поэтому много и так общаемся, это уже все как личное такое, скажем так, знакомство и партнерство и команда. Вот, для очень важной еще вторую цель и задачу, которую мы с Алексеем ставим, это отработка именно формул, отработка донесения информации, чтобы тот, кто дальше работает в этом поприще, тот, кто дальше несет информацию, чтобы он понимал, на чем делать акцент, как, соответственно, подавать информацию, чтобы это тоже вам было в помощь. Поэтому мы вывели вебинар для новичков в отдельную форму работы, и мы ее планируем завершить где-то, ну, наверное, в июле, в августе, когда мы отработаем идеальную форму подачи информации вместе с вами, когда поймем, что да, вот такая форма, она наиболее оптимальна, и мы с Алексеем запишем это в студийной специальной уже подготовленной лаборатории, которая будет и на заднем фоне делать определенные уже анимации, и доводка информации, и экран будет меняться, то есть это будет такой вводный курс, который вы можете дальше потом уже просто давать новичкам, и он будет полностью раскрывать ситуацию. Но мы к этому, друзья, идем, это наша общая такая работа, и поэтому мы хотим, чтобы вы в этом тоже принимали участие. А для новичков, которые сегодня пришли несколько, вот там, десятков, как всегда, человек, то есть это у нас по статистике около 20-25%, то есть из тех вот новичков, которые голосовали, было около 80 человек, то есть, ну, обычно человек 20, там, 15-20 новичков. Это очень важный процесс, друзья. Конечно, с точки зрения построения сетевого бизнеса и построения маркетинга, мы, конечно, говорим, что это мало, у нас каждую неделю должно удваиваться количество людей, но это, конечно, друзья, иллюзия, потому что действительно правильно мы говорили, что проект очень сложный для восприятия, и как Юницкий на одном из вебинаров говорил, и действительно это подтверждено всей физиологией, то, что мы делаем, друзья, понять могут только меньше 97% населения людей, потому что, чтобы понять, о чем мы говорим, надо обладать, первое, определенными навыками, знаниями, то есть с точки зрения физики, с точки зрения развития технологий, с точки зрения развития предпринимательства, бизнеса, исторических аналогий, то есть надо понимать, как, кто такой Боинг, то есть завод, который производил табуретки и фанерную мебель, а когда Боинг увидел этажерки самолета, которые сделаны из фанеры, и он понял, что можно на тех же станках, с тем же оборудованием, с теми же людьми, с теми же материалами, но делать аппараты, которые будут летать тяжелее воздуха. На начало 20 века это была фантастика, и тем не менее, Виталий, тут не совсем правильно мозгами, то есть физиологически вопрос заключается в том, что Боинг сделал компанию, которая сегодня является лидером мирового самолетастроения. Так вот, друзья, обладать надо абстрактным мышлением, то есть и абстрактное мышление по природе, оно заложено не у каждого человека. Что такое абстрактное мышление? Это человек из сегодняшней повседневности, из того, что его окружает, из того, что он анализирует и видит, он должен выйти, взглянуть над всем этим, увидеть по-другому систему, увидеть по-другому устройство мира, проанализировать те факты, которым он оперирует, и получить совсем другие выводы. Это абстрактное мышление. И абстрактное мышление всегда было присуще изобретателям, которые обобщали и делали то, что казалось невозможным. Это всегда, не зря одна из любимых моих песенок, и мы всегда ее ставим на вебинарах, это логика про стартапы, про людей, которые ставят перед собой, казалось бы, фантастические цели, и потом их достигают. И это то, что казалось невозможным, потом становится для всех очевидным. И здесь, друзья, я сейчас, ну, кстати, тоже, давайте, я, мы сослед, вот после апрельской конференции, с мая месяца, мы вводим еще одну форму работы для Москвы и московского региона. Я буду раз в две недели читать открытые лекции в одном из университетов Москвы. То есть у нас есть сейчас такая практика, потому что очень большой интерес есть и ко мне именно как к научной работе макроэкономического прогнозирования. Алексей тут несколько раз как бы кидал такие фразы, что меня действительно один из ведущих мировых центров прогнозирования, это система DARPA в Соединенных Штатах, приглашали несколько лет на работу. Вот назад я отказался, исходя из того, что в 2000 году я написал прогноз развития до 2030 года, и сегодня самое главное, те тренды, которые я тогда писал и заложил, они сегодня реализуются, и мне так весело и очень это сообщили, что я вхожу в пятерку ведущих прогнозистов мира, на что я могу сказать, что, друзья, это все благодаря только тому, что я описываю возможности, которые дает инженерная школа Академика Юницкого. И это говорит только о том, что инженерные решения, которые Юницкий вынашивал 40 лет, и сегодня мы участвуем в их реализации, они единственно верные. Я могу привести такие примеры из техники, мы не раз их упоминали, что вся мобильная связь, весь интернет, все, что сегодня существует, она существует только потому, что есть свойство кремния, пьезоэффект, это модулировать уникальную электромагнитную волну при ударе электрическим током. Если бы не было этого свойства, ни о каких миллиардах устройств, которые могут связаться с друг с другом, речи быть не могло. Поэтому мы сегодня всему интернету, как мы его называем, нашего младшего брата, всем микроэлектронным устройствам, которые работают на интегрированных, интегральных микросхемах, обязаны свойствам кремния. Не было бы это свойства, не было бы у нас сегодня мобильные эры и эры интернета. И это, друзья, физический факт. Так же, как двигатель внутреннего сгорания потребовал огромное количество нефти, и если нефти не было, то такого развития двигателей внутреннего сгорания тоже бы не было. Это все увязанные процессы. И здесь, друзья, я тоже привожу очень такой интересный пример. У меня есть один очень интересный мой товарищ, мы дружим, он старше меня, он академик, российская академия на ум. И мы с ним периодически, так для, ну скажем так, тренировки ума, пытаемся описывать устройство, которым мы пользовали в 90-м году. Вспомните, 1990 год, это кто постарше поколения. Потому что молодежи это сегодня вообще объяснить невозможно. Тот, кто родился и растет вместе с интернетом, им сегодня объяснить, что этого не было, невозможно. И мой шестилетний сынишка сегодня, который подходит, который с голоса управляет сегодня скайпом, он сам себе качает мультики, сам себе уже заканчивает домашнее задание в детском саду в группе, чтобы было понятно, общается с одногруппниками, и он меня ставит в тупик вопрос, когда говорит, папа, а какой у тебя был интернет в детстве? И я ему говорю, понимаешь, не то что интернет, я еще когда заканчивал институт, заканчивал аспирантуру, защищал кандидатскую диссертацию, а потом учился в докторантуре, я только первый раз увидел тогда ноутбук. Хотя, в принципе, я еще тоже не такой древний, не такой старый, понимаете? И это, друзья, уже реальность. И ее нельзя сегодня отбрасывать, потому что жизнь, которая сегодня идет для сегодняшнего поколения, она совсем другая. И это технический прогресс, его нельзя остановить. И то, что мы сегодня, друзья, делаем, мы стоим на острие этого технического прогресса. Мы сегодня делаем и внедряем то, что для многих, кажется, фантастикой нереально будет реализовано, для нас это реальность. Потому что сегодня, друзья, я когда в зале, и когда есть времени, я вот начал говорить про открытые лекции для студентов, вот, я очень люблю это делать, потому что со студентами всегда интересно общаться, они всегда открыты по... Их всегда интересует будущее, их всегда интересует профессии, которые будут развиваться, их всегда интересует бизнес, который будет активно, их всегда интересует место страны, города и свое личное. Поэтому я буду делать такие открытые лекции. Первые начнутся в Российском государственном гуманитарном университете, потом мы договорились с МГУ, потом будут в Академии госслужбы при президенте. И мы как раз будем делать объявления, и все, кто в Москве и в Московской регионе, будем собирать, и мы это будем, как бы, делать единой лекцией. И для тех, кто в Москве, это будет наша встреча партнеров и студентов, для того, чтобы показать развитие технологий, все. Поэтому следите за расписанием. Я думаю, что это будет очень интересная такая и полезная форма работы. Так вот, друзья, сегодня при описании такого рода технологий, когда мы говорим, что для старшего поколения, что идет технологическая революция, то люди, которые не знали еще 20 лет назад, что такое Skype, что такое USB, что такое двухъядерный процессор, трехъядерный, что такое гигабайт, что такое терабайт. Я задам сразу вопрос. Друзья, а вы знаете, какая величина идет следом за терабайтом? Уже пришло время. Почему раньше, и я сразу 99% могу сказать, друзья, большинство людей не знает, что такое был мегабайт, гигабайт, терабайт. А следующая величина какая? Почему? У нас не было таких понятий. Потому что я, когда работал учителем физики и информатики в школе, это был еще 89-й год, то для меня 1,6 мегабайт памяти в компьютере, это казалось огромнейшая память. Я тогда не мог предположить, что есть гигабайты, а терабайты, я тогда не знал такого понятия. Сегодня, друзья, мы подошли к тому, что терабайт – это уже обычный накопитель, это уже ноутбуки идут с такой мощностью. И это развитие. Так вот, друзья, сегодня понятия, которые вошли в нашу жизнь и стали уже абсолютно естественными, то есть смартфон, айфон, приложение, и мы сегодня жизнь не представляем уже. То есть, допустим, вот я в повседневной жизни. Забронировать гостиницу, купить билеты, на самолет, купить билеты с детьми в кино, заказать гостиницу при поездке в Минск, посмотреть погоду, посмотреть курсы, калькулятор, посмотреть пробки на дороге. Это все, друзья, одно устройство. А вот теперь представьте, мы это с вами обсуждаем в 90-м году. Это даже невозможно представить, что такое. Вот у нас сейчас 160 человек из разных стран, из разных городов, из разных континентов, и мы все общаемся, делаем, и это сегодня реальность. А какое-то время назад это казалось фантастикой. Так вот, друзья, ту фразу, которую я всегда говорил и буду повторять для новичков, и вы, друзья, тоже это берите, как очень серьезный аргумент. За ближайшие 15 лет, а основные события произойдут в ближайшие 10 лет, жизнь изменится более радикально, друзья, более радикально, чем изменил ее интернет. Хотя, казалось бы, без компьютеров, без мобильной связи, казалось, жизнь не поменялась, но я вам сегодня сказал уже, как мы сегодня живем без смартфона, уже невозможно. И те функции, которые постоянно в него добавляются через приложение, это как раз расширение возможностей. И мы сегодня в повседневной жизни уже и рецепты для приготовления пищи, и засолки грибов, и, неважно, глины пожарить, уже можно нажать, и будет не просто инструкция, видеоинструкция, что надо сделать. И это, друзья, абсолютно уже наша повседневная жизнь, и смартфон все больше и больше вошел и изменил нашу жизнь. Так вот, друзья, если мне кто-то говорит, что за последние 20 лет жизнь не изменилась, я это не поверю, потому что сам иногда удивляешься, когда разговариваешь со своим телевизором, разговариваешь со стиральной машиной, я уж не говорю про хлебопечка, которая тоже уже разговаривает, понимаете, сколько лет назад это можно было представить. Так вот, друзья, я могу сказать, что жизнь изменилась радикально, и вы должны сегодня, так как вы здесь, вы с нами, вы в этом участвуете, и в этом прилагаете свои усилия, и более того, мы четко сегодня представляем, что вы еще и будете от этого получать дивиденды, соответственно, прибыль. Так вот, друзья, жизнь в ближайшие 10-15 лет изменится еще более радикально, и вы даже не можете представить, как. Мы пытаемся сейчас некие, дать вам основные точки, основные посылы, как это будет технологическое развитие, вот, вот мы с Алексеем, там, вот группа, которые работают, мы представляем, и в этом как раз и заключается логика макроэкономического прогноза, и развития, который понимает технологии, и который развивает, показывает, что они будут давать. И поэтому, когда я в 2000 году описывал развитие транснета, когда я описывал построение геостационарной системы, когда вывод всего производства с помощью технологии инженера Юницкого на орбиту, я четко представлял, что это такое, и это, друзья, не мое изобретение. Я еще раз всегда повторяю, здесь мы с Алексеем четко говорим, мы последователи научной технологической школы инженера Юницкого, и то, что мы делаем, мы показываем внедрение технологии, которые им разработаны, а у этой технологии на сегодняшний момент безграничные возможности, потому что представить о том, что мы будем покупать билеты через интернет, в большой театр, в кинотеатр, на поезд, на самолет, бронировать билеты, и даже смотреть в метро перемещение, когда создавался и запускался интернет, мы это даже не могли предположить. Сегодня возможности и функции по приложениям, которые еще будут в смартфоне, сегодня даже трудно предположить, но можно сказать, что они безграничны. Так вот, то, что будет давать транснет, именно со струнными технологиями инженера Юницкого, то, что будет сегодня давать шестой технологический уклад, это, друзья, несопоставимо с то, что было в пятом. И это огромные сегодня рынки, это огромная будет капитализация, создание новых компаний, это создание новых городов и новых поселений, это новая жизнь, друзья. И когда меня пугают, и я уже отвечал многим людям, которые говорят, что нас пугает будущее, мировое правительство, заговор, всех хотят уничтожить, мы боимся этого будущего, здесь, друзья, я повторяю всего, для тех, кто оптимистично настроен, и тот, кто верит в будущее, то для него все, что будет происходить, это то, что сбываются его мечты, а для оптимиста, который боится, который живет страхами, для них будет реализация этих страхов. Понимаете, и как мы определяем свою позицию, это зависит от каждого человека. Я всегда говорю, что, друзья, будущее, которое мы строим, будущее, которое нас ожидает, это не то страшное, как вы говорите, заговор всех уничтожит, я не знаю, там посадят на цепь, где-то будут гнить, нет, друзья, я могу сказать, что население земли как минимум удвоится за ближайшие 10-15 лет. Это будет абсолютно процветающее, счастливое общество, которое будут все удовлетворены с точки зрения потребностей именно перемещения, в работе, в семье, и так далее, и так далее. Это никто не говорил, что не будет пороков. К сожалению, цивилизационное развитие по мере того, как оно дает новые блага, оно еще и дает и новые пороки, оно еще и дает и новые проблемы. И те проблемы, которые сегодня стоят в обществе, они, к сожалению, некоторое время назад даже не предполагалось, что они будут. Но это, друзья, не сегодняшний предмет обсуждения. Мы говорим о технологическом, цивилизационном развитии, которое мы с вами строим. И мы доносим до вас информацию. Пятый технологический уклад, это интернет. Шестой технологический уклад, это транснет, основные струнные технологии и группа технологий SkyTech, которая развивает именно инженерная школа Юницкого. Дальше, это уже седьмой технологический уклад, который мы сегодня четко уже проглядывается и начинает приобретать контуры, хотя несколько лет назад это было невозможно. Это уже космическая индустрия. Это вывод заводов, фабрик, химического производства на орбиту Земли, и там производство всего вредного, то, что влияет на экологию. А экология на Земле это чистый сад, который именно благоприятный для жизни, для отдыха, для того, как должны жить люди. Следующий, уже будет восьмой технологический уклад. И почему об этом мы сегодня уже говорим, и на прошлом вебинаре, посвященный Дню космонавтики, мы это тоже разворачивали, потому что мы имеем самое прямое отношение к космонавтике, потому что сегодняшняя космонавтика, которой 55 лет, это только первые шаги, это детский сад, а то, что мы реально делаем, это действительно создание производства, это действительно использование космоса, это действительно создание сотен тысяч рабочих мест на орбите для космонавтов, это действительно предпосылки, чтобы выход уже в более далекий космос, и это действительно экологическая система, и это разработал тот автор струнных технологий, что мы сегодня создаем Transnet, Анатолий Доварович Юницкий, это уже следующая сеть Spacenet, но это, друзья, мы с вами будем говорить на других вебинарах, это более для тех, кто уже готов к восприятию этой информации, а не для новичков. Ну вот, друзья, основная задача, основная то, что вы понимали, что вы попали в сообщество людей, которых сегодня уже более 300 тысяч из 47 стран мира, которые сегодня поставили целью задачу реализации струнных технологий Skyway для того, чтобы строить новую экономическую технологическую систему, которая создает десятки и сотни новых проектов, которая даст очень серьезную капитализацию через венчурные премии, которые сегодня закладываются, и то, что это очень интересный и амбициозный проект, равных которых, наверное, еще пока не возникали. Да, мы используем сегодня элементы маркетинга, сетевого маркетинга, да, мы сегодня используем интернет как распространение информации и движения, это нас все сегодня объединяет, к сожалению, с рядом негативных процессов, которые сегодня идут и в интернете, и в экономике, но, друзья, другого выхода у нас нет, и мы сегодня утверждаем, что краудинвестинг – это единственная форма развития проекта, и мы уже подошли к той грани, когда мы создали доказательную базу, когда приходят крупные игроки, крупные инвесторы, готовые вкладывать уже сотни миллионов, миллиарды долларов для того, чтобы развивать проект, но именно мы, как создав краудинвестинговую площадку и платформу, мы создали условия, чтобы это дальше, соответственно, развивалось. Ну вот, друзья, на этом давайте я свою часть вводную сейчас буду заканчивать, для тех, кого эта информация не заинтересовала, вы получили исчерпывающую для себя информацию и приняли решение не участвовать в проекте Skyway, я с теми прощаюсь, единственное, что могу 100% сказать, что рано или поздно вы все будете в Skyway, хотя бы как пользователи, кто будет покупать билет и ездить на наших юнибусах, юнибайках, юнилетах и так далее. Ну а с остальными, друзья, мы переходим в следующую часть, как всегда, это более расширенный технический анализ, экономический анализ, и мы, соответственно, движемся дальше, а сейчас у нас буквально 3-5 минутный перерыв для того, чтобы сделать перебивку, и мы, соответственно, друзья, движемся дальше, поэтому с большим... Дорогие друзья, добрый день! Сегодня 16 апреля 2016 года, и мы находимся на территории строящегося, полноценно строящегося экотехнопарка Skyway. Позвольте себе напомнить, что ровно год назад, 16 апреля 2015 года, мы также находились здесь, на территории будущего экотехнопарка Skyway, на стадии, когда мы только вели еще переговоры с администрацией, когда проводились первые землеустроительные работы, и ничего еще здесь не напоминало то великолепие, которое происходит сейчас. И мы не зря собрались в тот день, день рождения Анатолия Эдуардовича Юницкого, который приходит на 16 апреля, и сегодня, в свой день рождения, Анатолий Эдуардович согласился сказать нам пару слов про то, что происходит сейчас на площадке, в его день рождения. Добрый день, дорогие друзья. Да, мы на площадке, где проходит стройка, я сказал бы, великая стройка, потому что мы закладываем фактически здесь новую отрасль транспортно-инфраструктурную Skyway. Можно посмотреть на ряд уходящих опор, это 18 опор с пролетами 15-50 метров, здесь около километра. Здесь будет городская трасса, подвесная и навесная, под нами станция будет подвесного, городского. Мы стоим сейчас на покрытие, можно сказать, покрытие, потому что это уже верхний этаж, где будет станция высокоскоростного Skyway. И вот эта трасса потом будет продлина на 15 километров, и в середине этой трассы высокоскоростной Юнигус может произвести скорость 500 км. Мы его продемонстрировали через где-то полтора года. Анатолий Дорович, а Вы сказали, что вот эта крыша, последний этаж, а вот эта арматура, это что такое? Кстати, благодаря вот этой арматуре и то, что будет за ней, мы удешевили анкерную опору и сэкономили порядка 300 тонн бетона. Здесь будет насыпана почва, высотой почти 2 метра, и здесь будет посажен полноценный сад. Это самые зеленые крыши? Да, это есть те зеленые крыши, где не просто там маленький слой грунта почвы, а 2 метра, и поэтому здесь можно даже рассидеть деревья высотой 20 метров. И это плюс, потому что мы таким образом почву пригрузили опору, она испытывает очень большие усилия, и бетон фактически заменили на почву. Ну это вот основной вопрос, почему Анатолий Юницкий делает сад на крыше, не потому что мы все как бы такие озабоченные об экологии, это тоже есть, но мы на самом деле, это часть инженерной конструкции, Удешевляющие все. Анатолий Юницкий, а вот под нами вот эти вот силуэты, напоминающие уже будущие рельсы, будущие путевую структуру, что это такое? Нет, это не так, это плита вот, верхняя плита перекрытия, куда придет нагрузка, а температура, здесь же путевая структура не разрезная, и там есть струн, который тоже натягивается. Эти усилия будут максимальны, когда будет самая низкая температура, мы здесь с вероятным 40-100 лет рассчитываем, что самая низкая температура будет минус 40 градусов. При этой температуре усилие, приходящее в эту плиту, будет равно где-то около 900 тонн, 800 с лишним тонн. И на одну закладную деталь, вот она идет туда, длиной, длиной это 18 метров, придет нагрузка более 400 тонн, чтобы 400 тонн, это вес 8 тяжелых танков. Поэтому сюда придет серьезная нагрузка, но при этом, что конструкция не разрезная, мы удешевляем путевую структуру, эстакаду. Посмотрите, какие легкие опоры, ведь здесь две дороги, не одна, это эстакаду. Представьте, если бы здесь был автодорожный мост, ежедорожный, какие опоры были? Это позволило удешевить конструкцию путевой структуры и опор. И если бы здесь была эстакада, допустим, высокоскоростной железной дороги, то вот этот километр стоил бы не меньше 100 миллионов долларов. А мы за эти деньги построим еще 15 километров. Это, в том числе, благодаря тому, что у нас вот не разрезная конструкция пути, возникает напряжение, то есть конструкция первонапряженная, и мы нагружаем антонопоры. Но они будут редко стоять, через 3-5 километров, и поэтому стоимость антонопор, она на один километр будет небольшой, на один километр дороги. А скажите, вот все эти люди, это вообще кто, что они здесь делают? В таком большом количестве. Это субботник. Мы сейчас обораживаем площадку, потому что через неделю приедет к нам почти тысяча человек из десятков стран. 23 апреля экофестиваль Skyway. Приезжайте, будем рады видеть. Потом мы вышли на субботник. Понятно. Ну, Анатолий Довальевич, передаю от всех наших инвесторов большие вам поздравления с вашим днем рождения. Главное – здоровье, главное – ни шагу назад, только вперед. Отступать некуда за нами весь мир. Строй Skyway! Спасай планету! Спасай планету! Был благоустроен и сад, основанный в октябре 2015 года участниками акции «Посади дерево». Произведена побелка саженцев плодовых деревьев. Осуществлено разравнивание грунта в междурядье. Были собраны все камни, буквально выросшие из земли во время зимы. Также были выполнены многие другие работы в рамках подготовки к акофесту. Можно смело сказать, что все вышеописанное было действительно сделано в едином порыве. И доказательством тому служило то, что многие сотрудники нашей компании приехали целыми семьями, порой вместе с детьми. Причин для энтузиазма сразу несколько. Во-первых, инновационная струнная технология создается коллективом единомышленников. И всем хотелось внести максимальный вклад в подготовку к акофесту. Где 23 апреля сего года произойдет интерактивное шоу-презентация одного из самых масштабных эко-бизнес-проектов 21 века. Во-вторых, этот день совпал с днем рождения самого генерального конструктора Skyway, а также его старшей дочери Анастасии. Жена Анатолия Эдуардовича пошутила, что ее супругу прекрасно удаются не только расчеты, касающиеся прорывных транспортных технологий, но также и планирования семьи. После ударного труда все присутствующие искренне поздравили виновников торжества и отметили в дружной компании на природе сразу несколько замечательных событий. Подытожим репортаж следующими словами. Смело отправляйтесь в путь. К вашему приезду на праздник в центре испытания, демонстрации и сертификации рельсо-струнной транспортной технологии все будет готово. Коллектив Skyway под руководством Юницкого гарантирует. Продолжение следует... К нашей работе. У нас за время небольшого репортажа, небольшого перерыва не так много вошло людей. Поэтому, друзья, мы пока не ставим задачу. Конечно, хотелось бы, чтобы у нас было по тысячу, по две тысячи человек. Будет, наверное, надеюсь, и такое время на наших вебинарах. Но пока мы сразу могу сказать, что тот месяц, что мы с Алексеем ведем сейчас вебинары для Skyway Capital и RSV по базе, по рассылке, народу, конечно, намного меньше по отношению к SWIG, потому что там все-таки более распространенная была система доведения информации и количество зарегистрированных участников там тоже больше в несколько раз, чем в капитале. Но это, друзья, только вопрос времени. Поэтому тоже сейчас очень многие... ... ...